В одном из последних материалов на канале меня попросили подготовить топ-боксеров, которые лучше всего держат удар. Думая над этой темой, я вспомнил о бойце, которому в книге Александра Бельникова про великих чемпионов супертяжей посвящено от силы две строки. И это неудивительно, американец Марион Уилсон никогда не был великим. Да что там, он не был даже середняком, он был самым настоящим джорнименом, или мешком, как любят говорить поклонники бокса из России. С помощью Уилсона и таких как он, различные проспекты и другие боксеры набирались опыта и набивали свой послужной список. Так что же особенного, есть в Марионе, что я обратил на него внимание, а вот что. Думаю, 90 с лишним процентов боксеров за карьеру хотя бы раз проигрывали досрочно. И, наверное, почти все нет-нет доказывались в нокдауне. Даже великие чемпионы, являющиеся мастерами защиты. Что уж говорить про джорнименов, которые порой без подготовки проводят бои с самыми опасными соперниками. И это тем более в супертяжелом весе, где все может решить один удар. А вот Марион Уилсон, пик карьеры, которого пришелся на 90-е годы, несмотря на 41 поражение за карьеру, так ни разу не проигрывал нокаутом. Более того, он и в нокдауне-то толком не был. На бокс-реке я обнаружил сведения лишь об одном нокдауне в 57 поединках. Ну как, я вас заинтриговал? И я думаю, интерес только увеличится, когда вы узнаете, с каким количеством известных панчеров Аминканин встречался. Франц Ботта, Анджей Галота, Рэй Мерсер, Шеннон Брикс, Айкебе Абучи, Олег Маскаев, Хасим Рахман, Тони Томпсон, Сэмюэль Питер и еще немало известных супертяжей. И никто из перечисленных нокаутеров первой величины не смог ни нокаутировать Уилсона, ни даже отправить его в нотдаун. По биографии Криса Бёрда, вы должны помнить, как его нокаутировал Айкебе Абучи, а Мариона не смог, и это при том, что и особыми физическими данными Уилсон не отличался. Например, вспоминая того же Бёрда, напомню, что он был природный суперсредний вес, и при этом ростом был даже чуть выше Уилсона, 187 см против 185 см. И боевой вес у них в итоге был примерно одинаковый, порядка 95-97 кг. Вообще, если немного остановиться на карьере Мариона Уилсона, то дебютировал он в 1989 году, а вот в каком возрасте он дебютировал, я вам ответить не смогу, так как не смог найти точной даты его рождения. Сайт боксерек говорит, что Уилсон родился 19 октября 1956 года, то есть дебютировал в профи он уже примерно в 33 года. Однако на видеозаписи его второго боя с Анжием Галотой 1995 года показывается, что ему 32 года. То есть, получается, родился он не в 1956, а в 1963 году. Но вот в видеозаписи его боя 2001 года с Робертом Дэвисом мелькают данные, что ему 41 год, то есть вроде родился он в 1960 году, а не в 56 или 63. В общем, мистика какая-то. Проспектом у Уилсон был недолго, всего первые 6 поединков, в которых было зафиксировано 5 побед и одна ничья. А дальше поражения посыпались как из рога изобилия. Уже к двадцатому бою поражений стало больше, чем побед. Но все уже знали, что с Марионом никому не будет просто, так как в своем 19 поединке он по сути дела победил очень жесткого экс-чемпиона мира Рэя Мерсера. Но как это часто бывает в подобных поединках, победу у него украли. Была зафиксирована только ничья. Отличительной чертой американца помимо его уникальной стойкости стало то, что несмотря на то, что он всего лишь джоннирмен, но физически он был готов всегда отлично. В отличие от многих куда более именитых боксеров, он с годами не набрал лишний вес и всегда был подчеркнуто атлетичен. Марион Уилсон провел свой последний бой в 2007 году в возрасте хорошо за 40 лет и навсегда покинул ринг с послужным списком из 12 побед, 5 из них нокаутом, 41 поражения и 4 ничьих. И подчеркиваю, ни одного поражения нокаутом или техническим нокаутом. Так что когда в возможном рейтинге боксеров лучше всего держащих удар мне предлагают Ламоту, Марчиана, Гатти, Алили Фрейзера, я понимаю, что с подобным рейтингом все не так просто как кажется, ведь мне не просто так вспомнился именно Марион Уилсон. Если вам понравился подобный формат видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им в соцсетях. Также не забудьте подписаться на канал. Дмитрий Моисеев. Специальный для BoxingBets блога.